Всем привет, Костелло здесь и перед тем, как мы начнем реакцию, в начале не шибко хорошие новости, хотя других у меня не бывает, как вы можете знать. И как вы можете знать, еще у меня есть второй канал, если вдруг забыл, то подписывайтесь на него, пока такая возможность вообще есть. А почему я об этом говорю? Вот почему. И если в одном ролике есть причина, почему, то в другом причина одна, но она самая бредовая, на мой взгляд. То есть вспомните мультик Мадагаскар и вспомните про ту сцену, в котором Джулиан будил Алекса. Что в этот момент делал Алекс? Так вот, судя по всему, у меня страйк пришел именно из-за вот этой причины. Самой бредовой, наверное, причины. То есть YouTube это воспринял как... Ну, в общем, представьте, что это... Я даже не знаю, как это представить. В общем, большой палец, он в области бедра, можно так сказать. В верхней части бедра, даже где-то посередине. Вот, в общем, поговорка, пословица, я уж не знаю, палец в рот не клади. Она приобрела новый смысл. И теперь YouTube вот это воспринимает как вот это. Гениально. Просто нахер гениально. Поэтому что получается? В дальнейшем я буду публиковать то, что похоже на Нагатору. Или что-то в этом духе. То есть в том месте, где эти отсутствуют от слова совсем. Либо есть, но в виде намеков. Как опять же в Нагатору. Как-то вот так, ребят. Неделю так будет происходить, если что, ребят. Неделю. Потому что я тут посовещался. Оказывается, я действительно публиковать не могу. Хотя вот эта вот камера с плюсиком, она вообще активна у меня. Тут кнопка. Но лучше пока не рисковать. Поэтому пока мой второй канал уходит на недельку на второго. На каникулы, можно так сказать. На недельные. До следующей среды. Нет, действительно до следующей среды. Потому что уведомление на самом деле, кстати, оно пришло во вторник. Но я лучше все это дело сделаю в среду. Но есть небольшие плюсы. Что я могу к этому моменту подготовить материал. И опубликовать, например, три ролика за один день. Чтобы наверстать упущенные. Ну или типа того. Тем более сейчас пока особо шибких хайповых тайтлов, кроме Коносубы третьего сезона, нету. Поэтому, в принципе, мне есть чем заняться. Тем более мне привлек все же один тайтл кое-какой. Одинокий рокер. Давайте уж ладно без прикрас, без всяких шурумур и ширм. Расскажу, что у меня бочи зорок привлек внимание. Поэтому в ближайшую неделю, уже не в ближайшие дни, все это будет. А пока в ближайшие дни я займусь своим основным каналом. Который один страйк только за всю свою жизнь заработал. Всего один. И куча простых уведомлений по блокировкам. То есть, контент ID. Которые страйк за собой не привлекал. Так что, пока что в ближайшем неделе я буду находиться именно тут. Извините за такое длинное вступление. Но нужно было сделать так, чтобы все были в курсе. Итак, новый рикап от Касса. Кстати, у него недавно 7 миллионов. Поздравляю. По головоломке. Недавно вышла вторая часть. Или не недавно. И поэтому, почему, собственно говоря, и не вспомнить про первую часть. Которая лично мне понравилась. Соответственно, мне может понравиться и вторая. Не, подожди. Я хочу вот это на превью поставить. Да блин. Вот эта вот хренатень внизу она мешает. Сейчас. Ладно, не получается. Не получается у меня. Ну ладно. Короче, придумаю что-нибудь. Так, радость. Печалька. Все вместе. Ну ладно. Вообще, вот то, что сейчас происходило с Райли, это присуще именно второй части. Но не первой. Это временно. Но там бомжа не было. Страх. Папаня. У которого на уме один лишь футбол. Брокколи. А в японской версии, кстати, там другие овощи были. Или в китайской. В китайской версии. Врезливость. Которую, кстати, у нас озвучила Собчак. И вот давайте будем честны. Команда дубляжа, ну вообще компания, которая, собственно говоря, производила дубляж. Она знала, что делала. Потому что, ну давайте будем честны. Брезгливость похожа на Собчак. Это вот прям вот точно попадание в образ. Ну буллинг, короче говоря, я понял. Давайте, насмехайтесь. А, нет? Так, ты давай вот так языком не делай. Новое воспоминание. Я думаю, что чуть-чуть он начнет в носу ковыряться. Я, кстати, на этот мир. Когда он скупит, какая земля. Сейчас постепенно, медленно, но верно будут начинать уничтожаться вот эти вот... Земли, которые связаны с воспоминанием Райли. Чисто потому, что вот этих двоих не хватает. Сейчас, кстати, тут появится розовый слон. Так, что я слышу. Это же этот. Очень сильно завирусился мем по танцующему Беззубику из рекапа по Как приручить дракона. Под музыку из покемона. Так, дай-ка угадаю. Это мерч. Да. Недавно анонсировал мерч. Не знаю, который уже по счету мерч от касса. Потому, что до этого у него был мерч по Симби. Поэтому по ссылке в его оригинале приобретайте. Если сможете. Так-то плюшки классные. Что-то я не помню, что подружайка была. Я знаю, что она почти весь фильм. Она без вот этих вот двух эмоций. Она будет херней страдать. И в конце концов, она вообще впадет в апатию. Дизайн радости, кстати, прикольный. Вот, собственно, слоняра. Который через чул трагично умрет. Это как в гамболе. Это как в гамболе, где там тоже была такая ситуация в одной серии. А, хоккей у него был? Я думал, у него футбол был. Обама, сода. Кто смотрел прохождение Витька по Ралди? По Родина Балди. Те поймут. Че пулькал. Страховый клоун. Че-то клоун, что я не помню. А в 7 раз я управлял гнев. По-моему, брызды управления на тот момент взял страх. Нет, разве? На, она еще хотела из дома-то уйти. Так, сейчас сдохнет. О! Да ну нафиг, нюнкет! Ха-ха! Круто, а? это круто а вообще кстати обратите внимание вот сейчас радость только что она начала плакать вот возник такой вопрос а у эмоций есть свои внутренние эмоции сон внутри сна, инсепшн, начало кстати, вот это вот интересное не, ну они его потом починят причем починят дважды во второй части его прям проапгрейдят настолько, что добавится еще 4 эмоции в одном трейлере было даже нет, не 4 5 эмоций, 5 потому что там будет, получается, кто? тревожность потом зависть хотя я думал, что это любопытство такая вот маленькая потом стеснение ну или же ну да, это, по-моему, стеснение да, как в Фотошай и еще одна она очень сильно похожа на Рейвен я забыл, как называется эмоция и моя самая любимая ностальгия а все потому, что у нее будет пупертат вся вторая часть, она будет зараза на пупертате о вот это отличная превьюшка все я нашел превьюшку все нахер ту превьюшку все вот это пойдет отлично супер отлично река отлично здорово нет, правда, здорово так, а будет сцена после титров или типа того нет? обычно, обычно всегда оставляют сцена после титров но в этот раз решил обойтись без этого круто нет, правда, круто хоть это просмотр у меня на канале не собирает но похер на этом все